Таким способом строятся заборы. Ставится стеночка, ставятся надувные из пожарных шлангов. Рукава, надуваются давления, выстраивается стенка, запыляется бетон и выстраивается бетон. Эта технология работает. Так что Олег очень даже прав, и он совершенно верную технологию сейчас показал. Я, собственно, о чем хочу сказать. Вот здесь состоялось очень важное такое замечательное событие. Замир, как преподаватель своих талантливых студентов. Я думаю, ребята, что вы, наверное, счастливы тем, что у вас есть такой преподаватель. Это человек, который является, вообще говоря, в нашей среде, инноватором и прочих, 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 является популяризатором. У нас сейчас очень мало популяризаторов. У нас тут есть всякие специалисты. Экономисты есть, юристы есть. Очень мало стало инженеров, конечно, и очень стало мало рабочих специалистов. И у нас нет совсем популяризаторов. Большое счастье, у вас есть такой человек. Это, вообще говоря, я бы ему похлопал. И второй момент. Действительно, мне кажется, что здесь происходит рождение вот такого знакового события, когда студенты начали, ну так сказать, вникать в текущее событие, непосредственно генерировать и что-то, и получать надежду, что это будет реализовано. И даже если не будет реализовано, пойдет волна. Да, самая волна, которая даст новые мысли, новые идеи и так далее. В ваших всех проектах, которые тут были, тут же куча всего закопана. Правильно выступающие эксперты сказали? Тут не просто вот первый взгляд на вещи, там есть и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И я так думаю, что это пойдет, пройдет и будет развиваться. Значит, я далеко распыляться не буду. Значит, в Москве, кстати, вот уже все замечено. Начали развиваться такое течение, как общественные мастерские. Я не знаю, вот насколько у вас сейчас это будет развито. Я с точки зрения уже хочу на лабораторию перейти. В принципе, действительно, действительно, большая необходимость создания мастерских и лабораторий, в которые может прийти любой человек и попробовать реализовать свою идею, или хотя бы обсудить ее с присутствующими. Потому что, опять же, во-первых, человек получает некоторое развитие, некоторое обсуждение собственных идей, там, правильных, неправильных. Он может привести с собой еще чего-то, кого-то, и начинается цепочка, начинается движение. Нам с вами давно-давно-давно пора, нашей великой стране, начать вот это движение к будущему, к новому, к хорошему, к интересу. Спасибо.